НАТО ГОТОВИТ ВОЕННЫХ ДЛЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ РОССИИ Джулиан Барнс Туа Стрейт Юрнал, США 30 марта 2018 года Военные стратеги опасаются, что в случае возникновения конфликта между Россией и Европой к быстрому развертыванию будут готовы всего несколько тысяч из более чем миллионов военных, служащих в европейских армиях. США хотят повысить готовность и предоставить по меньшей мере 30 тысяч военных, чтобы самолеты и военные корабли могли достигнуть кризисной зоны в пределах 30 дней с момента объявления о тревоге командованием НАТО, говорят нынешние и бывшие представители Альянса. Напряжение между Россией и Западом выросло в последнее время до рекордного уровня. На этой неделе НАТО присоединилось к США, Канаде и 12 странам Европы в крупнейшей высылке российских дипломатов со времен Холодной войны. Скоординированы протестные акции в ответ на применение нервно-паралитического вещества против бывшего российского шпиона Великобритании. Вашингтон и его союзники также наложили санкции в связи с военным вторжением России на Украину и ее предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. В армиях европейских союзников состоят более миллиона военных, но лишь некоторые их боевые подразделения могут быть развернуты в 30-дневные сроки. США настаивают на том, чтобы большее количество европейских батальонов было готово к быстрой передислокации. Количество батальонов по странам. Один батальон равно боевая готовность в пределах 10 дней плюс боевая готовность в пределах 30 дней. Италия всего, 59 готовых, 5 Великобритания всего, 56 готовых, 3 Польша всего, 52 готовых, 0 Германия всего, 51 готовых, 3 Испания всего, 47 готовых, 0 Франция всего, 39 готовых, 3 Норвегия всего, 12 готовых, 0 Нидерланды всего, 10 готовых, 0 Дания всего, 8 готовых, 0 в батальоне. США насчитывается приблизительно тысячи военных, но размер подразделения варьируется в зависимости от его назначения и страны. Силы объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО, которые переезжают из страны в страну, сейчас они находятся под командованием Италии. Россия отрицает какое-либо участие в покушении с применением нервно-паралитического вещества и во вмешательстве в выборы. Кремль представляет ситуацию как согласованную кампанию против России в момент, в то время как она предъявляет свои права на место среди великих держав мира, и поклялся дать решительный отпор. Повышение боеготовности союзников перед лицом возникающей со стороны России угрозы стало приоритетной задачей министра обороны США Джима Маттиса, Йим Маттис. Он сообщил НАТО, что она должна ускорить принятие решений, улучшить свою способность передвижения сил и обеспечить наличие подразделений, которые готовы перебросить свои силы по первому требованию, сообщили представители Альянса. Представители НАТО ведут дискуссии в связи с этой проблемой. Они говорят, что общее понимание позиции США есть, и союзники рассчитывают достичь соглашения перед саммитом лидеров своих стран в июле этого года. Предложение США обяжет Альянс обеспечить 30 батальонов, 30 истребительных эскадриль и 30 военно-морских судов, чтобы они были готовы к переброске. Это составит ориентировочно 30 тысяч военных и более 360 боевых самолетов. Во время Холодной войны в планах США предусматривалась переброска 10 американских дивизий, около 200 тысяч военных, в Европу за 10 дней. Новое предложение сосредоточено на способности европейских союзников мобилизоваться в менее амбициозные сроки, в пределах 30 дней. Идея заключается в том, чтобы добиться установки на готовность, идентифицировать силы, где готовность нужно ускорить, но и распространить эту установку в разных странах, сказал Гансбин Нендик. Ансбин Нендик, бывший сотрудник администрации Клинтона, один из авторов доклада по реагированию НАТО. Вопросы о способности Альянса быстро перебрасывать силы привели в прошлом году к тому, что НАТО перекинуло 4600 военных на передовую линию в Польше и в странах Прибалтики у российской границы. НАТО также располагает силами объединенной оперативной группы повышенной готовности, 5000 военных, которые могут прийти на помощь присутствующим на месте войскам в пределах 10 дней. Эти силы нуждаются в поддержке со стороны батальонов, которые должны быть готовы в пределах 30 дней, говорит Александр Вержбоу. Александр Вержбоу, бывший заместитель генсека НАТО, «Потому что их развертывают не для участия в длительных сражениях, а для того, чтобы дать возможность перекинуть на территорию большее количество военных, самолетов и кораблей. Подкрепление сил до сих пор является необходимым элементом», — говорит господин Вержбоу. «И мы понимаем, что способность НАТО обеспечить его до сих пор гораздо ниже, чем требуется. Даже предложенные НАТО подкрепления за счет силы объединенной оперативной группы повышенной готовности не предназначены для того, чтобы одержать победу в широкомасштабном вторжении России с применением традиционного оружия. Они предназначены для того, чтобы развернуть их в том случае, если Москва попытается по-тихому аннексировать территорию союзника НАТО. Вот кошмарный сценарий для Альянса. Если такое вторжение произойдет, когда США перебросили свои силы быстрого реагирования, такие как Форт-Брэк, 82-я воздушно-десантная дивизия, в проблемные регионы Азии, укрепление готовых сил НАТО усилит эффективность предпринимавшихся в последнее время усилий Альянса по сдерживанию. Войска, находящиеся на линии фронта задержат любое вторжение со стороны российских сил, а быстрое и непрерывное подкрепление этих сил при помощи ВВС, ВМФ и войск поставит Москву перед выбором, отступить или вступить в затратную войну с применением традиционных видов оружия. Призывы к укреплению сил зазвучали в результате продолжительного сокращения европейских бюджетов на оборону в течение десятилетий после Холодной войны до самой аннеаксии Крыма России в 2014 году. В те годы многие подразделения армии оказались недостаточно технически оснащенными и не имеющими подходящей тренировки. До Крыма НАТО также обращалось к странам-союзникам с призывом сократить их танковые войска и инвестора, а вот больше в легкие пехотные войска, подходящие для учебных миссий в Афганистане. Теперь НАТО просит союзнические правительства снова инвестировать в силы коллективной обороны в Европе против России, но укрепление этих сил может занять некоторое время, и потребует больше денег. Одна из основных целей администрации Трампа – добиться увеличения европейских бюджетов на оборону. Пока европейские страны стараются увеличить свои расходы до поставленной НАТО отметки в 2% от ВВП, господин Вержбоу сказал, что они должны сосредоточиться на усилении готовности союзнических сил. Новая инициатива распространяется на корабли и самолеты, а также на наземные войска. Представители НАТО считают, что улучшение совместной работы Альянса как единой силы, совмещение наземных, воздушных и морских сил играет ключевую роль в сдерживании любых военных действий России. Эксперты по обороне считают, что достаточное количество военных самолетов, готовых к активным действиям, это главное, что может ускорить ответные меры НАТО. Однако подготовка самолетов связана не только с инвестициями союзников в обучение и поддержание их ВВС, но и со строительством аэродромов и другой инфраструктуры. Альянс также работает с Европейским Союзом над улучшением мобильности военных, чтобы войска, танки, артиллерия и другое оборудование могли быстрее передвигаться по европейским дорогам, мостам и железным дорогам. В среду, 28 марта, представители ЕС запустили инициативу по обновлению ключевых маршрутов передвижения военного транспорта, например, путем укрепления мостов, чтобы они могли вынести вес боевых танков. Оценка того, сколько подразделений каждой национальной армии могут быстро передвигаться, это тщательно охраняемая тайна в любых вооруженных силах. Вдобавок в подкрепление объединенной оперативной группы повышенной готовности, которую в этом году возглавляет Италия, НАТО каждый год выбирает две бригады, в каждой из которых приблизительно числятся по 3500 военных, которые служат в силах быстрого реагирования НАТО. В этом году в подразделении присутствует британский отряд и многонациональная бригада под руководством Германии. Но нынешние отставные представители Альянса говорят, что вряд ли существует страна-член НАТО в Европе, у которой бы не было проблемы с готовностью. Греция и Турция содержат большие армии, но у них нет подготовки по развертыванию своих сил за пределами собственной территории. Европейские военные державы поменьше, такие как Бельгия и Румыния, сократили свои наземные силы и столкнулись с призывом НАТО создать новые бригады, которые могли бы стать частью группы повышенной готовности. Но при этом остаются вопросы относительно того, хватит ли повышения бюджета для финансирования новых образований. Более крупные и надежные союзники НАТО также сталкиваются с проблемами. Прекрасно обученные и экипированные силы Франции оказались перегружены развертыванием в Африке. На бумаге у Германии имеются танковые и артиллерийские силы, способные участвовать в боях, но наблюдательные органы немецкого правительства заявляют, что армии не хватает некоторых необходимых видов техники. В важном докладе Рент от прошлого года говорилось, что Великобритания может быстро перебросить тяжелые силы на место сражения, но при этом там отмечалось, что британская армия в последнее время сократилась. Финансирование наземных сил было под давлением из-за того, что Великобритания вводит в эксплуатацию два авианосца.